Обычно сирень начинает цвести ближе к середине мая. Этой весной даже самые поздние сорта распустились еще в конце апреля. На две недели раньше положенного срока цвели и плодовые деревья. Каштаны выпустили свечи с опережением на полмесяца. Ботаники такому раннему прихода лета не рады. Рассказывают, из-за жаркой погоды уже сейчас необходимо поливать растения в усиленном режиме. Также высокая температура способствует появлению и раннему развитию вредителей. Такое явление, конечно, нельзя признать положительным, потому что всякое отклонение от нормы может принести какие-то нежелательные последствия. В ботаническом саду сетуют. Из-за высокой температуры люди не успеют полюбоваться весенними цветами. Большинство сортов тюльпанов уже засыхают. Срок цветения сокращается в несколько раз. Раннее цветение может повлиять и на будущий урожай, говорят ботаники. Согласно многолетним наблюдениям, ближе к концу мая случаются заморозки, и завязавшиеся плоды могут замерзнуть. Метеорологи успокаивают. В ближайшее время резкого похолодания не предвидится. Но пострадать растения все-таки могут. Возможно, конечно, что какой-то период будет тормозиться развитие из-за недостатка влаги. Или вот как в конце месяца уже были суховеи, которые неблагоприятно влияют, конечно, на растения. Резкая смена погоды влияет и на организм человека. Из-за высокой температуры обостряется сердечно-сосудистые заболевания. Есть риск возникновения тепловых ударов. Медики советуют чаще проветривать помещение, закаляться, обязательно носить головные уборы и как можно меньше находиться в общественном транспорте в часы пик. А вот от кондиционеров призывают отказаться. Кондиционер не обеспечивает вентиляции помещения. Он только охлаждает воздух. А накапливается, во-первых, улекислота, накапливаются микробы. В самых кондиционерах обнажаются легионеллы, такие бактерии, которые вызывают пневмонию тяжелую. Метеорологи говорят, нынешняя температура воздуха не является редкостно высокой, хотя и превышает обычную более чем на 5 градусов. В ближайшие 10 дней будет по-прежнему тепло и солнечно. Начало календарного лета встретит незначительным повышением температуры. Екатерина Пороханяк, Роман Фролов, Панорама.